Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, Сергей, дождались вы все-таки своего видосика. Правда, огромную коробку, которую вы мне прислали, там больше 10 килограмм. Огромная коробка, я не стал тянуть. Там в огромной коробке три вот таких коробки. Я взял первую попавшуюся и вот с нее начинаю пилить. Это будет первая часть, всего будет три части. Так что это посылочка от моего подписчика Сергея Панчко. Давайте будем ее вскрывать. На лицевой стороне нарисованы реквизиты, но я не знаю чьи. Ну, было бы неприятно. Может, Сергею присылали там коробки реквизиты. Сейчас я разрежу вот здесь все эти грани и мы с вами продолжим. Так, ну что, прорезал и начинаем открывать, чтобы ничего не высыпалось. Сергей уже неоднократно мне присылал много телефонов. Тут я, скорее всего, понимаю, что здесь доноры, рабочих телефонов нет. Поэтому давайте доставать и смотреть. Я даже смотрю, здесь очень их много. Не знаю, поместится ли все в один видос. Потому что смотрю, тут телефонов реально огромное количество. Наверное, даже будет несколько частей. Ой, чуть не упал. Но не разбился. Что такое Samsung? Так, ребят, я, наверное, вот так беру. Потому что все остальное я не успею вам ни рассказать, ни показать. Так. Вот так каждый телефон Сергей заморочился, подписал. Так, давайте смотреть. Так, первое это у нас Verizon. Samsung от компании Verizon. Вот так открывается. Смотрите, интересненько. Прикольная моделька. Камера 2.0. Первый раз, если честно, я такое вижу. Давайте смотреть. Так, Samsung U940, наверное. Стан, наведь, рабочие. Ага, CDMA и работал в сетях. Ну, давайте смотреть. Я не знаю, аккумуляторных батарей у меня нет. Тут нарисовано вот так, она должна открываться. О, спасибо, Сергей, огромное. Тут даже с аккумуляторной батареей. Модель номер U940. Так, не под сим-карту. Значит, microSD у нас вставляется в верхней части. Также есть под гарнитуру. Не знаю, давайте попробуем включить. Где у нас включат? Где-то видел кнопку красную. Ага, вот она. Вот она, вот она. На чем-то там намотана. Так, телефон, скорее всего, разрядился. Ладно, буду искать. Сейчас сразу буду складывать в эти же бумажки. Чтобы знать, что за телефон и что с ним. Ну что, прикольная моделька. Особенно слайдер. Позвонил. Надо набрать текст. Не тыкать в тач. Набрали. Спасибо. Интересная модель. Так, я чувствую, у меня здесь будет сегодня много интересных. Получается, вытянуть вытянул, а затянуть нет. Ладно. Следующая модель. Престижио. Так, я их буду, наверное, просто в бумажке. А вот эти полиэтиленки потом буду тогда одевать. Потому что видео у нас продлится тогда вообще на час. Меня подписчики просто возненавидят. Так, Престижио Вайс С1. Рубочий. Проймает звенки. Битый дисплей. Так, ну это плохо. На эти телефоны дисплей стоит дороже, чем сам телефон. И я вот смотрел на вот эти вот старые телефоны. Дисплей практически купить нельзя. Болячка данных телефонов у всех этих. Это у них битые дисплеи. Так, ну что, поехали, попробуем. Я думаю, китайцы, да, не умудрились, поставили обычную БЛ-ку. Сейчас будем сразу включать, проверять. О, самое главное, что ОК видно. ОК. Ну, вроде нажимается. Ага, и разблокировка. Меню. Ну, то, что мы можем видеть, только нижнюю часть. Больше мы видеть не сможем. Скорее всего, заблокировался. Ладно. Будет у меня много-много телефонов. Как у дураков-фантиков. Так, далее. Здесь что? Так, сейчас чуть сделаю потусклее, а то сильно глаз режет. Нокия 31 в 20. Стан наведомый. Постараюсь в этом году, ребята, не знаю, как с этим коронавирусом и со всеми этими приколами, купить себе камеру. Чтобы не с телефона снимать, а на камере. Так, Made in Germany. Не знаю, сертификация для России. И все. Наверное, ему просто гоплык, ребят. Потому что только мы вставляем аккумулятор, и он начинает вибрировать. Видите? Где-то что-то закорочено. Так, профи. Кто знает, напишите. Куда мне копать? И что мне посмотреть с данным телефоном? Так. Дальше. А дальше было раньше. Ух ты, какой интересный желто-черненький. Nomi. Вот эти все Nomi похожи на китайские Nokia. Nomi i184. Новый. Я бы не сказал бы, что он новый. Рабочий. Проймает звенки. Вымыкается. Может прошивка, або процессор. Так, як вымыкается він. Як у него попасть в подкапотное пространство. Ага, вот так. Ну, все стандартно. На камеру мне нравится. Глазок рыбий глаз называется. Так, Nomi включается. А когда же он выключится? Наверное, когда начнет загружаться. Окей, окей. Нема сим-карты. Ну так, вроде включился. А когда же он будет вымыкаться? Так, а ну давайте теперь попробуем в него впихнуть невпихуемое. Так, куда мы в него втыканем? А, ребят? Давайте во второй слот. Так, чувствую, видео у нас сегодня опять затянется. Но ничего. Вы хотите долгих видео? Их есть у меня. Так. Пусть грует. Ладно, давайте посмотрим, где он вырубается, на какой стадии. Так. Окей, окей. Водофон, Йо. Так. Доброго вечера. Привет. Окей. Через нечасово на доступной системе, зараз мы можем вырешить лише консультатив и питания. Рад это поможем вам, где знаменитый новый дар фишкобой информации про... Ну прикиньте, он звонит. Сергей, он не выключается. Не знаю, напишите, если вы смотрите мое видео, напишите, когда он вырубается. Так. Как на Nokia не покажет версию прошивки. А. Так. Ну тут зато есть бруснозаводские и все. Что еще я хотел проверить? Звук, конечно, это китайский Китай. Так. Вот. Параметры на лоштувание. Мова. Русский. Готово. Экран. Анимация. Обои. Лед. Соединение. Да нет, вроде работает. Ну спасибо. Компании Nomi. Прикольный телефончик. Вроде все работает. Я даже аж обрадовался, если честно говоря. Может дальше будут какие-то выдриконы. Или бывает, знаете, ребята, когда бывает, выключает. Когда внутри каратит аккумуляторная батарея. Я замечал, бывали у меня такие случаи. Просто аккумулятор не выдерживает. Особенно в старых телефонах. Начинаешь набирать и телефон просто вырубается. У кого такая фишка была, напишите мне в комментах, прав я или не прав. Иногда бывает, что просто аккумулятор подсевший начинает просто выделываться. Nokia 53. 0, 0. Рабочий. Вау. 53. Рабочий. Вот. Вот телефон. Видите, вот эта больная часть. Тут постоянно протирается, особенно на цифре 5. Это я уже заметил. Ой. Кнопочка вывалилась. Кнопочка V валилась. Давайте пока только на включение, ребят. Потому что на сим-карты, если я буду сейчас проверять каждый телефон, я клянусь, видео затянется на 3,5 часа. Потому что я больной по поводу телефонов. Сейчас буду ковырять, залазить в каждую папку. Я, наверное, просто потом сниму для вас отдельно видос. Так, вот он включается. Приняты. Ну, тут, скорее всего, около полутора тысяч часов наговорено. Сейчас даже посмотрим. Самое главное, что классный дисплей. Оригинальный. Не китайский. Так, клавиатура выделывается. Говорю сразу. Так, звездочка, решетка, 92, 7, 0, 26, 89, решетка. Так, седьмой год. Скорее всего, его сшилили, что-то делали. Потому что лайфтаймер исчез. Обычно лайфтаймера бывают в этих телефонах. Когда они изначально идут в заводах. Ну, когда их прошивают, получается вот такая петлюшка. Петлюшка. Подружка-петлюшка. Так, отлично. Следующее. А вот если это будет Samsung. Только подумал. Аккумулятор я все поубирал вчера. Samsung E210, рабочий, прямая звенки. Битый внутренний дисплей без задней крышки. Доброе. Подивимось, как он працюет. Погнали. А, видно отсюда вот был удар. А ну, смотрим. Так, ребята, сейчас, чтобы вам на видосике видно. Вот так бит дисплей. Вот так горит клавиатура. Ну, бог с ним. Будет кому-то. О, а тут работает дисплей. Прикиньте. Ладно. Не будем огорчаться. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Ой, какой Nomi красивый. Ну, тут, наверное, дисплей. Это. Ой, ребята, какой он красивый. Мне Samsung напоминает, если честно. Какую-то модель. Ой, покрытие такое прикольное. Так, кто ты? Nomi i241+. ТОС рабочий проймает звенки. Битый дисплей. Ребят, ну, я скоро буду открывать бюро по экстрасенсорике. Так. И... Ну, стандартные клеммы. Ну, сейчас увидим, услышим. Нет, горит. Одно из двух. Так, ребятки, клеммы у нас не достают. Поэтому это тяжело, конечно. Ладно, не буду даже лезть. У меня клемма не достает на этом аккумуляторе. Проверим потом. Но телефон прикольный. Так. Вау. Кто это у нас? И что это у нас? Samsung? Так. Читаем. У 700-й рабочая бачить сим, але щось не приймает звенки и не дзвонить. А шо ж цаке? Ой, какой красавчик. Гляньте, ребят, не подраны. И тут все лялечка. Шо ж цаке? Чого ты не бачишь? Чи бачишь, чи не бачишь? А, еле мата ляляляля. Ладно, сейчас я посмотрю аккумулятор. Так. Взял аккумулятор. Подошел с Samsung AD900. Не знаю, что он включится. Или у меня аккумулятор разряжен. Что-то ничего не происходит. Скорее всего, аккумулятор разряжен. Так. Ладно, ищем другой. Так. Знайшовший один. Зараз. Зарядим его в телефон. И погоним городских. SGH-U700. Включился. Значит, аккумулятор разряжен. Надо будет сейчас их все поподзаряжать. Очень красивый телефон. Мне очень он нравится. Клавиши все горят. Что он? Не хочет воспринимать симку. Может, какие-то... Welcome to 3G пишет. Отрывая пошук. Может, после прошивки какие-то случились непредвиденности. Потому что телефон, скорее всего, европейская прошивка. Именно Samsung. Потому что должна быть клавиша. Русские клавиши. Но у него нет. Так. Давайте позвоним. Но, скорее всего, что-то не будет звонков. Вообще ничего не хочет. Да. Обидно. Пачит сим, але щось не приймает дзвенки и не дзвонить. Вот это самое. Да, ребят. Какие-то проблемы у него происходят. Ладно. Ну, скорее всего, после прошивки что-то пошло не так. А что я даже не знаю. Жалко. Телефон такой, конечно, класснючий. Состояние. Редко такое встретишь идеальное. Гляньте. Я обалдею этого телефона. Придумаю что-то. Далее. Кто ты у нас? Зверь. Тоже 53. 52. Рабочие проблемы с шлейфом, або с дисплеем. Добренько. Крышка такая уже потягано. Ой. Кизяк. Кизяк. Спички. Спички. Бряк. Так. Кнопка. Вот она у нас. Так. Не понял. Не включается. Ладно. Будем разбираться. Будет на донора. Так. Еще один. Тут я смотрю. 153. Три музыкальных клавиши. Рабочие. Давайте смотреть. Ну вот. Времени. Видите что получается. Корпус выцветает. Хотя он должен в реале быть белый. А он желтый. Да. Их бы поменять. Ну будем посмотреть ребята. Особенно вот этот блок. Видите антенный блок тяжело менять в этих телефонах. Он родной. Приклеен аккуратно. Так. 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 Работает. Красавчик. Какая-то пленка наклеена на дисплей. Так. Вот. Кнопки такие тугие. Завал ребят. И тут нету лайфтаймера. Не могу понять. Скорее всего Шиле. 2006 год. Вот такие вот. Ну будем искать. Будем смотреть. Ладно. Самое главное. Материнская плата родная. Живая. На том спасибо. Так. Этот кто у нас. Тут вообще какие-то дрова. Материнская плата. Ужаснейшая в убитом состоянии. Так. 52.28. Стоп. Не. Стан. Стан. Неизвестный. Неизвестный. Понятно. Тихо. Ой. Обалбесен. Рассыпался карточки. Рука жопы. Так. Ладно. Собрал. Дальше. Еще один такой телефон. Без кнопки выключения. И без дисплея. Сидимя. Сидимя. 31. 21.20. Ну. Такой еще не с него. 31.20. Станны ведомы. Как ведомы. Если нету даже кнопки. Ну. Толку. Да. Дальше. Все телефоны, что я сейчас вам показываю, я их в конце видео выставлю. Если кому-то интересно, не интересно, не смотрите. А интересно, зайдитесь на второй канал. Подпишитесь на него. Включите колокольчик, чтобы получать оповещение. Будьте так добры. Nokia 31.20. Станны неведомы. Для всех этих телефонов нужна кнопка. Кнопок у меня, кстати, подзакончились. Я как-то покупал себе. Были у меня. Видите, что они делают? Вылетают. Все. Это уже просто телефон в утиле. Ну. Материнку только. Так. Здесь что? Nokia 6070 не выключается, что ли? Чей не выключается? Чей не выключается? Чей не выключается? А в ответ тишина. Корпус так. На твердую троечку. Даже если надо, у нас два дисплея в биты. Джойстик облезлый. Так. Дальше. Еще один телефон. Скорее всего, битый дисплей. Да. Вот эти телефоны. Чем плохо? Он классный, пока он работает. Да. Рабочие. Проймают звенки. Битый дисплей. Но когда он падает, то ему наступает просто... Я сказал бы по-русски. Волосатое животное ему наступает. Вот он, битый дисплей. И все. Так что вот такой вот телефончик. Телефоны, конечно, классные. Но... Стопудово на них я дисплей не найду. Хотя корпус в обалденьшем состоянии. Дальше. О, Интертелеком. Давно я такого не видел. Алькотель 203. Новый рабочий пройтсю F7i. Да. Ну. Если аккумулятора нет. А, есть аккумулятор. Хо-хо. Интертелеком. Ребята, он, кстати, еще и заряженный. Что такое оригинальные дисплеи? Ой, аккумуляторы. Не мая ее... Картки. Ребят, все он работает. А ну, скажите мне, вот это алькотельская батарейка. Подойдет какой-то модель другой телефонов или нет? Вау. Вот это класс. Интертелеком. Отлично. Заряжается мини-USB кабелем, как по моторолке. Так, ребят. И остались у нас на закуску вот такие огромные лопатофоны. Сейчас будем смотреть, что это за телефоны. Так, это у нас Prestigio Vice NX3. Бит и склон. И включается. Вот такой вот. Prestigio Vice NX3. Лай. Ого, как он разломан, прикиньте. Не включается. Так, а где бумажка? С него, чтобы не потерять название. Так. И... Кто у нас еще? Так, это LG D325 не включается. Ну, дисплей визуально целый. Прикольная лыжа. Так. И крайне на сегодня. О, еще один Prestigio. Так, Prestigio. Мультифон. Бит и склон. Включается. Так, ну, чтобы его включить, надо знать полярности. Вы согласны со мной, чтобы из рабочего состояния, из него не сделать трубак? Так. Так. Ну, что, довольно под капотом нормальное состояние. ПАП 5451. Ну, вот такие телефоны я сегодня первая часть получил от Сергея. Ну, а так, чувствую, будет много распаковок. Все вот эти телефоны, которые я вам показал, я их выставлю в конце видосики. Так что, заходите, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем огромное, кто меня смотрит. Всегда ваш мистер Гудмобайл. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok